Всем привет! Хочу рассказать вам, друзья, о людях, которые смогли выбиться на самую верхушку финансового мира. Причем некоторые из них родились в бедных кварталах и все детство провели в нищете. Ховард Шульц вырос в самых бедных кварталах, но всегда знал, что он сможет стать богатым человеком. Он открыл небольшую кофейню Starbucks, которая на данный момент разрослась в 16 тысяч торговых точек по всему миру. Состояние Ховарда Шульца – 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Опра Уинфри родилась в городе Кассиаска, Миссисипи. В аптитской семье ее родители были несостоявшие в браке молодые люди. Мать работала горничной, а отец – шахтером, потом парикмахером, впоследствии членом муниципального совета. Сейчас Опра первый афроамериканский корреспондент на телевидении и бессменный ведущий одного из самых популярных шоу на телевидении США. Состояние – 3 миллиарда долларов. Когда-то владелец компании Патрол Теквилла Джон Пол Джорджия продавал рождественские открытки, чтобы как-то заработать себе на жизнь, и даже состоял в банде. Сейчас его состояние оценивается в 3 миллиарда 200 миллионов долларов, и он является одним из наиболее успешных бизнесменов США. Уже в 7 лет будущий миллиардер Ингвард Кампрат продавал соседям спички, потом начал продавать карандаши и поздравительные открытки. В 21 год Ингвард начал продавать мебель. Так и началась империя Икея. Сейчас Кампрада называют самым авторитетным человеком в мире мебели. Состояние – 3 миллиарда 900 миллионов долларов. Шахид Хан, который когда-то мыл посуду за доллар 20 центов в час, сейчас является владельцем одной из крупнейших частных компаний США – Flex & Gate, и по совместительству владельцем футбольного клуба «Фулхэм». Состояние – 4 миллиарда 400 миллионов долларов. Элизабет Холмс разработала свою собственную систему диагностики и создала лабораторию «Теранус», позволяющую в максимально сжатые сроки получить полный анализ крови пациента. На данный момент эти диагностические лаборатории работают по всему миру, а 30-летняя Элизабет Холмс – миллиардер с состоянием в 4,5 миллиарда долларов. Дон Вон Чанг и его жена в 1984 году в Лос-Анджелесе открыли магазин одежды, чтобы как-то зарабатывать на жизнь и выплачивать кредиты. Сейчас это один из наиболее популярных брендов одежды – Forever 21. Состояние семьи оценивается в 5 миллиардов 200 миллионов долларов и продолжает увеличиваться. В 26 лет будущий миллиардер Ральф Лорен открыл свою собственную компанию по производству галстуков, которая со временем выросла в мировой бренд одежды. Состояние Лорена оценивается в 7 миллиардов 800 миллионов долларов. Ян Кум – бывший гражданин Украины, который переехал в США более 20 лет назад. Сейчас Куму 37 лет, и он является миллиардером. Интересно, что его семья, когда они переселились в США, жила за счет продуктовых карточек. В 2009 году Брайан Эктон и Ян Кум запустили приложение WhatsApp, позволяющее людям общаться в реальном времени. В 2014 году WhatsApp, имеющий во всем мире около 600 миллионов пользователей, был продан компанией Facebook. Сумма сделки – 19 миллиардов долларов. История Джека Ма, который родился в самых бедных кварталах Анчжоу и не смог получить работу в ресторане быстрого питания, может служить примером для подражания. В 1995 году он приехал в США и познакомился с таким техническим чудом, как интернет. В интернете не было информации на китайском языке, и Ма организовал справочный портал China Pages. Проект благополучно провалился, и Джон Ма вынужден был начинать с самого начала. В 1999 году он организовал интернет-магазин Alibaba, который сделал его миллиардером с состоянием свыше 20 миллиардов долларов. Нельзя не отметить, что все эти люди – образец позитивного отношения к жизни и призыв к действию всем тем, кто желает добиться успеха. Спасибо за внимание, дорогие друзья. С нетерпением жду ваших комментариев, ну и конечно же лайков. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.